всех приветствую друзья пока у нас сбора минуточек 5 мы ждем всех присоединяемся пока можете рассказать как видно слышно и дальше мы начнем с вами сейчас попробую написать тему если получится так нет не получается значит я вам ее сейчас озвучу тема сегодня будет по пионом решили много было в stories значит смотрю пока кто присоединяется много было ответов что нужна эта тема тема почему не цветут пионы думаю эта тема всем интересно вот о себе немножко так вижу сердечки полетели спасибо спасибо и вам тоже значит меня видно и слышно это здорово смотрите что я вам хотела рассказать рассказать по пионам все-таки начнем с чего с того что все ожидают что на второй или третий год они начнут свести первая из причин это элементарные банально пионы просто у молодые до трех лет не ждите от него не пышного цветения не просто ничего как бы посадили деленку если правильная агротехника туда вот после трех лет уже соответственно мы можем с вами начинать хотя бы смотреть там правильно ли по сорту вы купили посмотреть на этот единственный цветочек который зацветет вижу спасибо ваших сердец они прям летать летят и разрываются воодушевляют меня идем дальше по пионам что может быть почему же он не цветет он может сидеть просто в окружении каких-то очень плотно многолетников а так как корни у него разветвляется в разные стороны то есть он может просто задавливать всех или его многолетники наоборот же задавливая всех затеняя тем самым само растение и из-за этого получается что мы видим плохое цветение или вообще не цветет пион опять же а вот также под кроны деревьев если мы высаживаем и хотим увидеть пышные цветы нет не ждите то есть тут что-то надо решить одно потому что пионы светолюбивые солнцелюбивые растения им однозначно нужно много света поэтому это помните и учитывайте это кстати пока мы все тут собираемся ямбра порекламирую еще раз свой чек-лист по пионам который равен всего цене 3 стакана кофе 900 рублей в нем все в нем вся моя выдержка моего десятилетнего опыта пионов у меня на данный момент более 40 сортов не считая 4 основных древовидных пиона и много-много деток но это моя излюбленная тема мне нравится опыт и мне нравится эксперименты поэтому вот проращивание семян для меня это вот не более чем такой вот большой большой опыт я его получила дети из семян у меня цветут прекрасно поэтому зацвели кстати все пишут там на 5 6 год нет мои зацвели на 3 4 тире все они не отстают как бы от своих мамочек поэтому они отлично развиваются вот и весь свой опыт еще раз перейду к чек-листу весь свой опыт я положила в него то есть там и посадка и календарь работ и ну в общем вот вы купили не знаете что с ним делать посмотрели полистали а еще посмотрели в каком месяце там что ему нужно подкормку или там отвредителей там обработать профилактическая про болезни я там не писала потому что это сложно потому что нужно это все индивидуально вот а профилактика болезни да там есть профилактикой что делаем весной что делаем осенью вот поэтому имейте ввиду если что в директ а мы дальше идем с вами по глобальной причине так на вопросики буду отвечать сейчас чуть позднее сейчас на первое отвечу когда будет каталог по пионам на осень будет будет но чуть-чуть попозже не успеваю всю неделю во первых занималась вот чек-листом очень много времени отнимает на самом деле я думал гораздо быстрее его сделаю нет вот дизайнер его уже мне отдала я сейчас его опять же перепроверить должна нич нету ли там ошибок потому же сами понимаете человеческий фактор никто не отменял а вот и по вопросам давайте я в конце сейчас всю вам информацию массово скажу и потом будем с вами вопрос-ответ отвечать как бы уже диалог вести вот каталог ждите будет либо наверное ну чуть 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 позднее может быть через месяц я думаю что я все-таки займусь им вот идем дальше почему наши пионы не цветут возьмем такой момент например что если они у нас взрослые уже больше десяти лет а пионы могут на одном месте сидеть и 20 и 30 как пишут у меня правда нету таких еще пока и саду то 10 лет вот то есть если пионы взрослые и не цветут не цветут они по двум причинам а первая причина это его она часто они пионы поражаются корневая гнилью особенно это после пяти лет и я это сама видела когда мы выкапывали огромный здоровый пион выкапывали три огромных бугая мужика и в итоге мы выкопали вроде корней много но когда я начала их смотреть и просматривать я поняла что корней то вообще сгульки нос а почему потому что этот пион был пятилетний да ему где-то было 5-6 и он поразился как раз этой самой гнилью это не страшно это не критично пион будет жить но деленок соответственно корней пришлось обрезать очень очень много то есть там нужно вычищать сюда чистой кожи до чистой ткани и уже замазывать заделывать вот в таком формате поэтому если взрослые пион не цветет он может быть поражен этой гнилью его нужно обязательно вытащить и разделить это вы тем самым и омолодить и куст и как бы спасете его от дальнейшего распространения этой болезни это первый момент а второй момент просто он может быть перерос так уже и все свои питательные все средства он их забрал давно из земли земля истощилась поэтому вам все что нужно это немножко обрыхлить его пройтись лопатой и туда заложить всякие питательные но это то что вот в агротехнике у нас есть что мы при посадке даем то есть полноценный грунт это доломитка немного торфа можно разрыхлитель а какого нибудь перлит потому что всем нужна рыхлая земля это мы помним то есть в комке вот даже у нас все ой вас чернозем как классно да нифига это не классно потому что ну после дождя вот такой вот клубок просто комок получается кирпичей лежит сверху если мы ее то есть ничем не обогатили не смешали там с чем-то то но это невозможно с ней вообще работать в общем у всех свои минусы плюсы но чернозем это тоже не прям ай как хорошо вот обрыхлили мы вот этот вот большой а копали немножко ну прям на штык лопаты на пол лопаты можно и туда же начинаем вносить вот эту вот наш всю смесь доломитку и залу очень любит пион вот эти два момента вы должны прям помнить то есть и весной а зал и я много им даю зал и я не считаю я пишу конечно 1 2 ложки тогда или полстакана где-то что-то но на самом деле а то есть если у вас стоит там например ведро вы набрали то это вот можно прям смело рассыпать хуже не будет от золы вот так же доломитка она и раскисляет и ну пионы и очень любит так рассмотрели значит этот вопрос какой когда еще могут не цвести пионы могут просто не цвести от того что их забыли подкормить элементарно ну то есть подкормки им и питание а это смех смешной но у меня пришла соседка покупать тут ирисы по моему не помню что то там сад смотрели мы с ней она горит а что разве надо кормить подкармливать пионы да ладно такие глаза сделала большие я говорю ну мы-то едим три раза в день но растением то тоже как-то надо подпитываться тем более они очень много тратят силы когда цветут когда закладываются почки у них осенью цветочной поэтому мы должны их поддерживать обязательно подкормками и всевозможными там по листу иногда летом прошлись по саду по всему там например я делаю какую-то баковую смесь и все пошло у меня абсолютно все то есть я не избираю там ага это баковая смесь пионом у меня пойдет а это пойдет там например плодовому саду нет то есть навела и прогнали весь сад вот но так и вам удобнее ну мы же не для того чтобы в саду просто упахиваться да мы для того чтобы саду все-таки надо прийти к этому у меня у самой конечно же не получается пока качели вот просто стоят саду а покататься на них однозначно некогда вот но нужно приходить к этому так сейчас посмотрю какие тут были вопросики и пойдем дальше возможно заглубили корневую шейку при посадке совершенно верно да если вы посадили очень очень глубоко а что можно сделать можно аккуратно не выкапывая пион опять же попробовать вилами его немножко подтянуть вверх корневую саму вот опять же грунт вокруг может быть ему просто не хватает питания обогатите его и поменяйте для начала землю вот эту вот на сантиметров 5 если уже и это вам не поможет то тогда ну не выкидывать нет менять место найдите ему другое место более солнечное опять же начинайте все с горотехники но это первое вот на что мы должны обращать внимание это правильная закладка нашего вот почвы где он будет расти вот и попробуйте пересадить возможно ему просто нужно до другое место возможно что-то его тут души давит ему что-то не подходит может быть вы не видите может быть там какая-то тень или еще что-то то есть вариантов масса может быть так так про прямой эфир что-то тут спрашивают не знаю по теме или не по теме девушка боится она про прямой эфир начинайте не бойтесь бояться нечего так смотрим дальше что еще а больше 20 лет ни разу не кормила шикарные кусты шикарное цветение может быть может быть так а может быть они питание получают от других растений как вариант что-то сидит рядом какие-то растения находятся и вы их там тоже подкармливаете и питание немного переходит к пионам но по идее по хорошему кормить нужно мы подкармливаем розы мы подкармливаем хвойные мы ухаживаем за плодовкой потому что она сама по себе тоже не будет расти у нас же есть весенние обработки сада и все остальное это не просто так слова это именно для того чтобы потом получить хорошее яблоко хороший урожай не гнилое яблоко то же самое здесь если вы будете выкапывать вот свои большие пионы вдруг вы захотите там соседки отдать деленочку или не знаю что там просто несколько кустов из одного сделать саду там например пионовую аллею из одного сорта вот то вы можете увидеть легко что они тоже будут поражены гнилью это вот прям вам говорю ну 90 процентов потому что старые кусты нужно омолаживать опять же если не цветет сидит на одном месте и он возраст у него ну после пяти ближе к десяти лет попробуйте просто омолодить куст омолодить это делением омолодить это пересадкой той же то есть у него простимулируются другие какие-то там почки цветочные и все-таки мы должны подействовать на него как-то так что входит в байховый состав не поняла в какой состав еще раз так муравьи муравьи это вообще бич последний бич садах если у меня есть время я конечно же прохожу прохожу везде но они как бы не мешают цветы они не едят они просто их много и это как бы ну эстетически нам не нравится да а так по большому счету как бы они не вредны но я соды пробовала в этом году вспоминаю еще что было из препаратов из таких вот из народных средств сода помогает но временно так можно сказать поэтому не знаю надо еще что-то смотреть пробовать вот но я говорю не заострять на этом внимание лучше заострить внимание на питание весной пиону на профобработки вот отсюда тогда будет эффект будет временно муравьев ну тогда значит омолаживать и пересадки и вообще все делаем с пионами осенью запомните это правило да будут сейчас магазинах продаваться весной большие но разные там деленки да и в испешных продаются всяких это совместные закупки тоже и мы с девочками собирали как-то да был приход но лучшее развитие лучшая посадка это все равно осень остается для них поэтому все действия чтобы вы не хотели с ним сделать оставьте на осень если уж у вас прям горела вам кто-то подарил весной там пион или еще там что-то вы его посадите посадите также по правилам посадите сразу лучше на свое постоянное место а можно кто-то оставляет там в кашпо но я не считаю что нужно вот так вот заморачиваться с этим лучше по мне посадить сразу на постоянное место подготовить ему и землю и все и высадите и забыть как говорится да чтобы осенью на него но опять же не отвлекаться но развитие я вам скажу будет хуже осеннее будет лучше и роста все и быстрее так взойдут в прошлом году пересаживаю боюсь взойдут ли взойдут конечно почему они должны не взойти пионы очень живучие помните этот один момент это не роза а которая может вымерзнуть там или еще что то там вот или пойти вообще в дичок там до была роза роза сортовая а потом прям раз и непонятно что получилось нет спионом это вообще не будет может быть только опять же плохое развитие у меня это было знаете еще какой момент я однажды получила очень плохую такую деленку за бешеные деньги ну лет было это 6 назад и цена была вопроса 3000 а может быть даже и дороже и прислали мне вот такую вот фигню там просто смотреть без слез на нее было страшно но я же люблю экспериментировать и как бы мне очень интересно а как она будет развиваться на очень долго разбивалась очень то есть и стимуляторы шли вход и все остальное я даже сейчас не вспомню надо посмотреть по записям вообще осталось ли она у меня или я или она не вспомню сорта скорее всего вот потому что я если беру но сами понимаете не это ни один не два там штук пять там десяток вот поэтому это тоже может быть как одной из причин почему не цветут пионы мы можем посадить и вроде бы да должны уже зацвести а в итоге если получили и посадили ерунду то придется подождать подольше времени вот как то так да еще с первым цветком очень частый вопрос такой надо ли или оставлять ли его или обрывать это будет ну где-то на третий четвертый тире год следующий год будет уже там 35 цветков то есть с каждым годом будет прибавляться их понемногу вот первый цветок желательно все говорят обрывать но так как мы нетерпеливые так как мы хотим удостовериться хотя бы наш сорт купленный или не наш все таки да мы взяли и ждем три года еще опять обрывать его блин но вы сразу посмотрели на цветок и сразу его обрежьте не давайте ему цвести потому что цветение забирает много сил у растения и соответственно ослабляет его то есть ага сорт увидели красив красив все обрезали и до свидания расти дальше и и живи так давайте дальше посмотрю какие тут у нас вопросики на какой год начинает свести пионы зависит от деленки и еще раз повторюсь это где-то третий тире четвертый год уже нормально если на третий четвертый год они опять же не зацвели у вас думайте что может быть то есть причиной то есть какая то есть причина не цветение это опять же или вы не соблюдали агротехнику либо на место сидит плохое вот либо был плохой корень сам по себе это вот прям важные такие аспекты так цветы уродуют муравьи уродуют цветок не знаю нет не видела у меня тоже много муравьев и их вообще наверное мне кажется сейчас я говорю это бич какой-то муравьи потом в этом году какие-то мошки у нас в зимнем саду и везде на рассаде просто это я не знаю что уже там они уже просто задолбали нас везде летать вот ну что-то на еще потом будет так купила на днях хороший корешок посадила поставила в прохладную да верно температура надеюсь выживет наступает время продаж а про это мы уже да 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 проговорили что время продаж и мы все равно не удержимся и что-то купим однозначно правильно что в прохладное место поставили можно еще как я советую пореже поливать вот это но опять же смотреть не пересушивая при этом но и не как бы не через день там прибегать ну как ты там ну как живой живой конечно же живой и не переживать за него а вот лучше будет и крепче будет но знаю такой еще момент когда мы вот с девочками заказывали у меня одна знакомая у нее весной тоже весенней посадки они очень так вот любят щепетильно прям так относится ко всему они там с мамочкой им скучно видимо вот они там и поливали и подкармливали и он у них цвел дома даже представляете а я говорю ты почему не оборвала говорю цветы но я говорю это же сейчас у тебя на горит но я не смогла мама вот сказал не обрывать там но и все в таком духе в общем он у них там она мне показывала фотографии ирина он такой красивый там да 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 я говорю я понимаю говорю но на следующий год если он сейчас вот процвел у вас молодым на следующий год он может пропустить цветение может и такое быть да еще когда не цветет был у меня такой момент это при пересадке то есть осенью я пересадила свой древовидный пион он вроде и большой я его не трогала и корень хорошо сохранила но на следующий год он прокатил меня все ну то есть пошла адаптация пошло опять наращивание корневой по новой а вот ну все и пион решил отдохнуть и он зацвел только через год представляете то есть но разные моменты могут быть не торопите его так зелеными стелс красными листьями у меня тоже древовидные стоят с красными листьями обожаю осенью их они такие красивые просто необыкновенные так осенью обрезаю листья смотрите если у вас травянистый пион обрезаем листья да если у вас древовидный пион вообще ничего не трогаем потому что не забуду это уже как анекдот какой-то мужчина мне писал читатель мужчина кажется я говорит обрезал все у древовидного пиона говорит и когда он теперь говорит вырастет и зацветет то как вам такое а вот это же то что основное помимо корней у древовидного это вот эти его стволы он и называется древовидный когда он теперь зацветет ему надо нарастить столько же сантиметров и потом еще ему нужны силы для цветения но вот еще он прождет года четыре снова здорово называется так поэтому про листья я сказала чтобы быстрее цвел не бывает такого ребят а то есть все тут нужно комплексный нужен комплексный подход весной вы даете одно летом мы немножко ему даем отдохнуть пиону но все равно всеми один раз хотя бы но пройдемся если у меня нет времени там под корень по листу я обязательно всех пройду а вот то есть дать им какое-то питание и осенью опять же обязательно супер фосфаты ну плантофолы если у меня есть я тоже обязательно прохожу то есть тут нельзя так вот знаете разово дал таблетку и все и он зацвел нету такого средства вот поэтому как-то настройте свои графики что вот там весь сад идете там делаете обрабатываете ну и пионы тоже уж заодно как-нибудь вот не обделяйте их какие дружат растения с пионами у дома с растений дружат с пионами смотрите это можно и остильбы очень красиво смотрится у меня манжетка сидит внизу опять же как бордюрный ряд у меня есть такая вот тоже пионовая да много у меня пионовых аллей две наверное больших вот ну одна сидит у меня с манжеткой на задний план я посадила то есть после пионов чтобы цветение было посадила люпины посадила лили то есть они в июле где-то надо еще что-то посадить чтобы ну осенью чтобы что-то было а так они декоративно же сохраняют сами зеленые листья они красивые стоят до осени вплоть то есть до без цветочков но что-то подумайте что-то может быть и свечек что-то опять же какую-нибудь веронику посадите чтобы потом место не пустовало пионы отсвели и что-то вот вместо какое-то было сейчас вспоминаю лаванды наверное нет не очень может быть какой-то готовник опять же будет неплохо какие-то почвопокровные мне хочется закрыть им прям почему-то вот с манжеткой прям вот по мне идеально а стиль бы тоже у нее такие же резные листья тоже гехера наверное будет тоже неплохо вот смотреть по цветам как чтобы но не какую-то красную там ребила глаз а какие-то там с зелеными листиками сортам так древовидный смотрите я малышню советую укрывать малышню это ну буквально там до трех лет вот потом я никого не укрываю в этом году своих детей а их очень много и пересаживали в том году никого не укрыла я потом это покажу в stories чтобы все видели за что я люблю свои пионы и семечко потому что они адаптированы уже под наши как бы условия мы какие-то привозим все пионы они же все привозные там голландия китай не знаю откуда там еще отовсюду везут им нужно все равно какая-то адаптация им нужны либо выбирать те сорта которые прям очень хорошо растут у нас в россии там но везде там да вот либо они а ну какое-то время там длительное адаптируется мои же уже и зимуют отлично и цветут раньше я вам говорю вот поэтому очень удобно будет интерес у вас я говорю в чек-листе у меня там отдельные там инструкция именно как выращивать из семечка чтобы попробовать но это время если у вас есть время то да можно заняться этим так если весной пересадить когда начнет свести ну да друзья вообще никаких действий не производим когда у нас растения цветут вот все вот табу себе какой-то поставьте это с любым растением абсолютно относится цветет мы его не трогаем мы его не кормим мы но его только наслаждаемся поливаем там я не знаю и все больше ничего ему не нужно никаких пересадок пересадки делаем если вы хотите его пересадить сейчас весной можно если прям вот горит горит огнем это где-то наверное конец апреля если будет позволять погода и май начало мая но иногда по моему даже в прошлом году на майске была жара да все жара это значит ну адаптация вся смажется ему будет очень сложно то есть нужно найти такой период времени когда будет небольшой плюс но 5 там например 57 да если уже пойдет 10 15 это будет очень сложно растению так срезал цветы не повредит ли это пиону желательно оставлять цветы на кусту нет не повредит почему ну я тоже в этом году что-то много срезать начала ну вроде бы и хорошо и в земле их видите как бы до в цветниках но хочется и дома немножко насладиться так древовидный посадила два года назад нет ни прироста не цветов листья появляются так прироста у него не может быть у него могут появляться вот эти вот сами стволики похоже они потом почему древовидные они потом а древеневают и становится как вот ствол как у дерева с такой же вот кора там небольшая тоненькая но есть она вот что значит нет прироста то есть если есть листья он должен расти попробуйте опять же вот начать все делать там ну по инструкции до без инструкции с подкормок то есть обязательно весенние подкормки мы даем азота зал и залу я уже не говорю вы уже поняли то есть зал и можно давать и вне сезона и и осень весна это прям обязательно вот начните с этого посмотрите если опять же начнутся какие-то вопросы то есть он как сидел так и сидит ну тогда вот сделайте что я говорила вот до этого либо вам окопать куст либо вам пересадить его так кустодержатели нигде не покупаю подождите нет конечно же собрала они у меня самые простые кустодержатели вот никакие не кованые ничего металлические мне может быть они не очень нравится но в магазинах какие-то которые продаются самые вот эти вот зеленые круг и здесь вот такая нога да вот мне может быть они не очень нравится но я пока не увидела то что мне нравится вот как увижу в этих в принципе вот в этот круг кустодержатели все конечно нужно ставить сразу весной потому что потом когда пион разрастется станет там у него там 10 стеблей вы их не воткнете никуда без разницы какой кустодержатель вот к палке их не привяжешь но обязательно кустодержатель нужен однозначно потому что и какие-то дожди начинаются ветра в это время вот а потом зацветет он цветы большие начинает сгибаться то есть лучше сразу это сделать так же в принципе как и с розами особенно с большими с какими-то шрабами то есть сразу вот сейчас весна наступит мы их сразу какими-то там ну что какие-то какие у нас там приспособления есть сразу ставим у нас деревянные там какие-то держатели вот и все пускай они сразу плетутся по ним также и пионы так лапчатка курильский чай это наверное лапчатку вы предлагаете с пионами сажать то вполне возможно так собираюсь семена каждый год но они очень плохо они дописали всходит видимо да значит смотрите опять же в чек-листе у меня там я говорю уже много прям целый раздел по этому делу вот подробное описание все там написано как это нужно делать никаких секретов нету я вам уже и посты там иногда выкладывала поэтому можете посмотреть собирать поздние осенью семена тогда когда они вызрели вызрели они получается такие коробочки у них и там много много черных семян и они раскрываются эти коробочки вот как в этот момент дождались а это конец августа начало сентября где-то бывает вот вы сразу собираете опять же здесь нужно сделать проверить их проверить их на всхожесть то есть они бывают мягкие при этом вроде бы они только у нас до в коробочке мы взяли но при этом они могут быть мягкими мягкие семена сразу выкидываем отбраковываем нам нужны жесткие такие плотные они такие глянцевые светятся семена очень необыкновенно красивые вот и все и высаживаем их ну не знаю опять же семена сходят на второй год только на второй редкий случай я уже много читала там много смотрела проверяла опять же как сделать так чтобы да они на первый взвод взошли не получается пока то есть им нужно выдержать сначала время холодное должно пройти а потом теплый промежуток что и происходит то есть они получили зимой холод ну вот эту стратификацию саму и потом теплые но опять же они не всходят на первый год только на второй вот такие еще три года до цветения понимаете так клематисы с клематисами я тоже плохо дружу поэтому ничего вам не подскажу не нашла я общий язык с ними но очень очень хочется найти потому что клематис тоже я люблю как бы хороший красивый цветок вот так смотрим не пропустила ли я еще чего-то вроде вам рассказала все по цветению пионов и почему же они не цветут надеюсь все было понятно вам а вот смотрите если какие-то еще вопросики давайте с вами пообщаемся немножко на сегодня просто уморили на собрании вот я там stories показывала мы с карьером здесь борьбу ведем весь город уже на уши поставили наши три села а что делать нам нужна спокойная жизнь а у них конечно рабочие места и добыча щебень и конечно же они это не бросит наше место для них очень сладкое так прямой эфир про хвойники хвойные сразу говорю хвойники можете загуглить это совсем другое растение но все любят так называть обрезка формировка так ага это очень интересно но все-таки про обрезку и формировку я могу просто ну как рассказать но а показать в идеале это либо мне нужно будет прямой эфир включить когда сейчас весной начнется обрезка она начнется в мае месяце вот потому что ну суть суть взять ножницы и начать работать рассказать как их стричь а какой формы стричь они формы могут быть разные вы это знаете но как это сделать это можно только на практике хотя а если сильное желание если сильно горит то вы можете это просто без всякой практики начинать так же как и я я пошла к своему можжевельнику перед этим много насмотрелась не можжевельнику а казацкому ну да перед этим много насмотрелась картинок и всего остального не было никаких не мастер-классов мастер-класс я уже позднее получила от ирины щербаковой вот я начала его стричь но просто подошла и не знала вообще что я из него хочу вижу картинку а как подступиться к нему вообще не понимаю и начала стричь выстрегла одну лапу ага но я первый свой можжевельник стригла буквально трое суток и вы не представляете для меня это было так сложно сначала у меня уставали руки я приходила там просто вся изнеможженная чуть ли не валялась и ну потому что тяжело тяжело ножницами их же нужно не выключая работать и работать потом у меня чё-то куда-то творческая это мысль делась не пойму вроде сделала лапу а дальше-то как стричь он живот был вот такой вот рогатый который у дома там растет большой то есть это это вообще нечто было но но я получила большую практику вот и ирина когда приехала ко мне она как бы похвалила а дальше мы с ней и все остальное я сама как бы вам нужно с чего-то начать самое простое растение при стрижке это шарик берете барабант то и берете недорогую какую-нибудь 1000 за полторы за две но вам надо чтобы метровые какие-нибудь были вот ну метр полтора и начните и стричь все потом также спиралька она вроде кажется сложной но вы посмотрите видео есть в ю тубе и все как бы надо надо посмотри надо практику все хорошо говорить но если нету практики это вообще ни о чем мы можем поговорить там а прищипывание когда там нужно их щипать весной да что мы будем выщипывать вот какие формы мы опять же можем поговорить я могу подготовиться показать вам какие формы ну как это делается это только на практике вот надеюсь понятно так подстригать ту и двулетки о я бы советовала вообще всю малышню начинать а хвойные стричь прям с детства во первых при а мы подстригли и у них идет вот так вот вширь все они начинают сразу расти куститься и то есть объем давать нам тот же самый объем который нам нужен вот шарика вы сначала не добьетесь он у вас будет я не знаю как это назвать слово вот но что-то нечто подобное шарику но совсем на шарик не похожие и шарик вы увидите только где-то после третьей стрижки но это если у вас маленькое растение если большое растение это все равно потому что ветки в разные стороны растут а нам нужно их сгущать в одну сторону поэтому тут вот а чем меньше растений она привыкает уже к этой форме и вы потом только делаете корректирующие корректирующие делаются очень просто и легко то есть у вас уже готовая форма пирамида там или что-то там да и вы убираете лишние лишние приросты которые у нас наросли так древовидный дальше иду по вопросам около метра надо пересадить обрезать ли часть ничего не делайте ради бога пересаживайте все как есть со стволами все совсем ничего не укорачиваете нет у древовидного есть один такой момент секунд можно делать омолаживающую стрижку но делать ее очень аккуратно я покажу весной как она делается там обстригаются сухие ветки обстригаются то что выше над почкой потому что почки тоже видны у древовидных они в принципе никуда не уходили вот вот эти вот все сухари обрезаем и да если вы хотите древовидный старый омолодить но моим уже вот восемь лет и я их еще не омолаживала а то тогда советуют не пробовала советуют все обрезать но это значит опять я так думаю предполагаю что года 23 опять же пока растение нарастет мы останемся без цветов но я пока не хочу я пока не готова к этому я лучше окопаю все мои действия и поменяю опять же вот землю может быть побольше а вот но это нужно делать прям постоянно постоянно так что еще у нас здесь топ 5 цветов для сада ну давайте начнем какие вы имеете ввиду цветы я например люблю неприхотливые и из них конечно же считаю пионы обязательно должны быть в саду это весна с пионов начинается но луковичные это понятное дело но потом идут пионы а вот люблю лилейники но понимаете у всех у каждого цветка это разные сроки цветения если пион это май тире июнь конец а есть поздне цветущие сорта а если лилейники то это только июль в июне ни один лилейник не зацветет ну какие то есть там несколько там пару сортов но это вот не про обильное цветение это не про цветущий там цветник да не про массовость вот лилейники опять же люблю за неприхотливость розы люблю но последнее время все больше они отнимают моего времени а у меня его крайне мало становится поэтому для меня это не становится цветком номер один а как-то я прям даже уже подумываю не посадить ли на место розария хвойные но это я пока подумываю все-таки розы конечно же люблю в этом году мама прям ходила каждое утро срывала приходила с букетами такая счастливая но видеть сами знаете счастливых своих людей это тоже счастье вот поэтому пусть пока не растут какой еще бы я как бы посоветовала из цветов но опять же тут тут понимаете смотря что вы любите что вам хочется ирисы люблю но они тоже отнимают много не то что времени много и времени тоже и много сил особенно сортовые с ними нужно много заниматься но достаточно им времени тоже нужно ну и другой момент еще такой не знаю я такого цветка за которым не нужно ухаживать вот та же питунья а все там ой да чё там с питунья но ее ж надо тоже ее надо подкармливать в течение сезона как бы и вообще не через этом через полив ее надо также профилактически обрабатывать или начало загнется и будет вообще у нее вид не вид будет то есть понимаете тут как сказать мой топ мой топ он может не совпадать с вашим топом мне нравится лаванда а у меня сейчас какой-то сорт мне привезли но это уже лет пять тоже назад было девушка мне привозил с питомника я не даже не подумала не записала что это за сорт и не думала что вообще у него тоже много сортов она 1 отлично зимует теперь она у меня отлично размножается она мне по всему саду вообще распространилась сами понимаете да пойти куда-нибудь пересадить несколько кустиков и у тебя уже прям вот он цветник образовался вот вот лаванда мне очень нравится поэтому если найдете именно вот такой вот сорт потому что многих знаю проблемы с ней она не зимует или еще там что-то вымерзает там какие-то еще нюансы вот у меня сейчас она вот сидит 67 лет и прекрасно и наверное весь сад уже в одном в одном сорте в этом поэтому вот так так не слышала про пионы послушайте эфир сейчас попробую сохранить он будет сутки поэтому все посмотрите про что мы тут еще говорили а про заглубление пионов смотрите как все рекомендуют заглублять где-то на 35 сантиметров но у меня есть опыт и я сажаю как бы вровить землей так что почечки они прям немножко даже торчат из земли для меня не критично это вот и как я вижу это ни на что не влияет но это опять еще раз повторюсь мой опыт в книгах же которых читала я все время пишут ну и я тоже вам буду советовать то есть пока вы не наберетесь опыта пока вы не поймете как у вас лучше им будет то есть заглубляйте но буквально там ну три сантиметра точно все ниже не стоит древовидные то же самое и по уходу и по всему каких блогеров смотрите по теме сада ой но вот с девочками мы дружим крестьяну люблю смотреть слушать люблю слушать и марину рыбалу рыбалки но нет конечно не рыбалки но татьяну урожайный огород смотрю постоянно ну то есть тут знаете моменты какие ракально марина вышла из памяти с тут момент какой еще по времени тут же вот блок он отнимает столько времени некоторые думают тут что это ой ну чё там тебе там выложить там поздно или что там у тебя время много занимает да это занимает много времени тем более еще есть второй рабочий аккаунт тем более есть еще и работа другая который тоже отнимает времени поэтому иногда читать даже кого-то вот бегло полистаешь полину без грядки тоже все время смотрю но вот с девочками мы общаемся поэтому как бы ну их и они попадаются вы же сами знаете инстаграм это такая умная машина то есть ты кому-то лайкнул и тебе эти посты потом будут показываться если ты на кого-то давно не заходил то ты можешь и месяц потом этого человека вообще не увидеть в ленте ну вот инстаграм такой вот так что из цветущих многолетних на морозостойкий сибирь низкорослых можно посадить на солнечном месте вы знаете сибири растет все в сибири отправляла и ирисы в сибирь отправляла и лилейники все великолепно растет низкорослая это многолетние это я не знаю только какие-то брать очитки там почвопокровные там я не знаю ту же манжетку можете остильбы и хер и все это будет расти абсолютно все морозостойкая не надо там думать что да у вас конечно же холоднее но все у вас растет знаю очень много девочек из сибири все выращивают я живу в черноземье липецк узколистная лаванда может быть может быть мне нужно надо посмотреть какая широколистная бывает чтобы потом сравнить и понять какая моя все-таки вот вот такие ребята дела надеюсь сегодня было вам полезно ну поставьте какие-нибудь там я не знаю плюсики если так и было вот спасибо вам за внимание что вы со мной уделили этот субботний вечер и провели его вместе мы темы с вами можете писать можете мне говорить какие дальше мы будем просматривать темы буду выходить в этот раз не вышла обещала вам спикеров крутых они все заболели все как назло заболели сейчас какие-то и гриппы и коронавируса эти в общем идут вот вижу ваши сердца я вас тоже очень люблю люблю спасибо спасибо и знакомые все тут и новые лица вот поэтому видграсс конечно же это на первом месте правильно говорите я только за за полезные вещи вот поэтому на следующей недельки надеюсь кто-то уже выздоровеет и выйдет со мной в прямой эфир и спикеров на следующей недельке у нас будет интересный конкурс очень мега интересный поэтому оставайтесь с нами луки не продаю ничего кроме лилейники ирисы и пионы любимые пионы вот три момента да поэтому всем хороших выходных на связи еще с вами услышимся и увидимся пока пока этого пока